Еще несколько лет назад, когда в интернете забиваешь на размножение орхидеи семенами, то как правило информацию выдавало, что разведение или размножение орхидеи семенами в привычных нам домашних условиях практически невозможно по ряду причин. И перечислялись эти причины. Но в последнее время на просторах интернета появляется все больше и больше людей, которые смогли развести в домашних условиях орхидеи семенным способом. И речь сегодня пройдет про орхидеи, которые, так сказать, беременны и вынашивают семенную коробочку. Ну и конечно же, всем добрый день! Меня зовут Станислав и вы на канале Орхидеи Дома. Кто попал на канал впервые, хочу сказать, что на канале есть плейлист, который так и называется «Разведение орхидеи семенами», в котором уже 29 видео. И это сегодняшнее видео, конечно же, будет 30-м и пойдет в этот плейлист. Я думаю, что всем любителям орхидеи понравятся эти видео и, конечно же, я рассчитываю на ваши лайки, комментарии и поддержку канала. Также хочу сказать спасибо всем самым активным зрителям, которые регулярно оставляют комментарии под видео. Итак, из одних комментариев зрительница Наталья под крайним видео оставила вопрос. Очень интересно смотреть за этим процессом. Успехов вам в этом благородном деле! Я слышала, что орхидеи, которые родили коробочку с семенами, долго приходят в себя. Это правда? Вот на эту тему я и предлагаю сегодня с вами поговорить. И на примере нескольких орхидей, я думаю, что мы сегодня в конце видео и поймем, действительно ли орхидеи долго приходят в себя или это миф. И давайте вернемся на год и два месяца назад, когда 4 марта 2023 года на канале вышло видео, которое называется «Опыление орхидей дома». И в этом видео, так сказать, в прямом эфире можно, я опылил орхидею «Медузу» на орхидею «Джейрайт». Опыление прошло удачно, и я сейчас точно не помню, но что-то в районе 180 дней созревала семенная коробочка. Если в других парах семенные коробочки созревали там в районе 120-130-140 дней, но эти орхидеи, цветы были меньших размеров. Там около 5-7 сантиметров, а эти две красавицы, размер цветов здесь где-то 9-10 сантиметров. И, соответственно, и, так скажем, беременность у них, вернее у «Джейрайда» происходила намного дольше. Итак, 4 марта мы опыляем «Джейрайт», на котором в том цветении было не более, по-моему, 6 или 7 цветов. Через полгода мы срезаем семенную коробочку, собираем семена, а орхидея наша все равно продолжает наращивать новые корешки, новый листочек. И к концу осени, в начале декабря, она выпускает новый цветонос. И в начале января, по-моему, если я не ошибаюсь, с 5 января, выходит шортс, в котором этот же фаленопсис «Джейрайт» на момент выхода шортса уже распустил 4 цветочка. И в общей сложности он зацвел в этом сезоне на 13 цветов. Но хочу сразу сказать, что у меня дополнительная подсветка и, как правило, сезонности мои орхидеи не ощущают. И поэтому они развиваются и растят свои корни и листочки не только в весенне-летний период, но и в осенне-зимний период они тоже у меня развиваются. Так что я смело могу сказать, что в этом случае орхидея, можно так сказать, вообще не приходила в себя, так как у неё всё было как обычно. Никаких, скажем так, негативных моментов замечено не было. Но судить по одному случаю, я считаю, что это будет не совсем правильно. Давайте рассмотрим ещё предыдущий случай, когда у меня орхидея Дарвин цвела на 3 или 4 цветоноса, я сейчас не помню. И я сглупил, что опылил сразу 3 цветочка, из которых орхидея сама приняла решение 2 растить, а 3 она засушила и цветонос, на котором была эта семенная коробочка, она засушила тоже. Так вот, в случае с Дарвином, у него было уже 2 цветоноса, и были боковые веточки, на которых он зацвёл, и 2 цветоноса он выгнал. Итого было 4. Так вот, в следующем своём цветении, если я не ошибаюсь, он процвёл всего на 1 цветонос. Но ростовые процессы ни листочков, ни корешков у этого фаленопсиса не прекращались. И временного перерыва, скажем так, на восстановление орхидеи у этого Дарвина тоже не было. То есть, всё было как обычно. И этого момента, как некоторые говорят, что после цветения орхидеи уходят на покой, на месяц, у меня, опять же, из-за того, что есть досветка, такого не происходит. И зачастую бывает, что ещё цветочки только начинают засыхать, а новые корешки и листочки уже начинают активно расти. Так что, в случае с Дарвином, единственное, что было меньше, это количество цветоносов. Не 4, а 1. Но, если брать вот этот момент, приходила орхидея в себя, то если бы она приходила в себя, и даже этого одного, я считаю, что его бы не было. Так что, все эти моменты, я считаю, что всё зависит от ухода за орхидеями и условий содержания, в каких они находятся. Вот видите, Дарвин на этом одном цветоносе распустил где-то 10-12 цветочков. И такая же ситуация была и на всех остальных 20 орхидеях семенные коробочки, которых вы видели в начале этого видео. А теперь давайте вернёмся к той орхидее, которая сейчас наращивает семенную коробочку. И мы тоже, так скажем, в прямом эфире. 13 января вышло видео, которое называется «Разнажение орхидей дома. 100% способ, как получить от двух сразу тысяч орхидей». Получится новый сорт. Мы опылили орхидею Black Stripes. И я предлагаю сейчас вам посмотреть, какое у неё сейчас состояние. Как она растёт и как она развивается. Но прежде давайте досмотрим кадры за 13 января. Как происходило опыление. Не хотел жёлтый шарик, который у орхидеи называется по линии, оставаться там. Но мы его всё равно туда запхнули. И процесс опыления у нас прошёл удачно. Получается, на сегодняшний день уже прошло почти 4 месяца. Но, грубо говоря, примерно 115 дней. Кто хочет, можете посчитать сами. И семенная коробочка сейчас выглядит вот так вот. Она прекрасно развивается. То есть, для стандартного цветка в размере 6-7 сантиметров цветок у Black Stripes. Black Stripes. Я думаю, что ничем она не отличается. Правда, вот орхидея один листочек желтит. Но это, я считаю, ничего страшного. Зато смотрите, какие новые корешки у неё. И как она их... Смотрите, кончики, насколько именно зелёные. И это говорит о том, что эти корешки растут максимально быстро. Если кончики корешков были зелёного цвета немножко, это говорило о том, что и рост корней небольшой. А так как эти корешки где-то по сантиметру, а то и полтора в длину, говорит о том, что рост корешков происходит быстро. Также есть рост корней и внутри, вы видите. И эта орхидея себя чувствует просто превосходно. За исключением одного жёлтого листочка. Но, я вам хочу сказать, что у некоторых сортов орхидей не бывает так, что они наращивают большую листовую массу. Там по 7, 8, 10 листов. Бывает так, что каждый третий лист, вернее, четвёртый лист начинает растить, каждый первый лист, она начинает желтеть. И вот так вот на протяжении всей жизни у неё 3-4 листочка. Это, я считаю, такая особенность некоторых орхидей. Что касается удобрения. Уже после того, как орхидея полностью отсвела, я несколько раз удобрал её вот этим удобрением с НПК 1, 1.6, 2.3. А в последнее время, ну, буквально месяц-полтора, НПК удобрения был 20-20-20. Так что, подытоживая наш сегодняшний разговор, хочу сказать, что при хороших удобрениях, при нормальных условиях содержания, у орхидеи не бывает такого, как долго приходило в себя. А они развиваются и радуют нас своими цветами на протяжении всего периода, когда мы им создаём хорошие, благоприятные условия. И если бы ещё получалось в квартирах хорошо соблюдать режим день, температура 24-25, ночь 18, я думаю, что наши орхидеи цвели бы круглый год. Но, а так как сезонность всё-таки на них влияет, переходы с лета на зиму, из зимы на лето, то и цветения мы получаем у своих орхидей, как бы, два раза в году. Ну вот, на сегодня, пожалуй, и всё. Надеюсь, вам было со мной интересно. Надеюсь на ваши лайки, комментарии. Конечно же, я жду от вас новые вопросы. И, конечно же, приглашайте своих друзей на канал Орхидеи Дома. Делитесь ссылкой на видео, делитесь ссылкой на плейлист размножения орхидеи семенами. И на сегодня, пожалуй, и всё. И всем хочу сказать, до новых встреч. Всем пока.